МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телерадио компания Кунгур совместно с магазином Мировой инструмент представляет информационную программу Город новостей. Здравствуйте! Это Город новостей в студии Валерия Алферова. События и жизни города в материалах наших корреспондентов. И сегодня в выпуске. Без воды. Я сегодня забросила утром стирку, белье. Смотрю, работала, работала, на тебе, замерла. 47 домов Кунгура могут остаться без воды на праздничные дни. Зарница, Некст. В городе состоялась военно-патриотическая игра среди школ Кунгура. Благодарные соседи. Я вам эти колеса на башку одену. Вместо клумбы житель многоквартирного дома Помехренцева-4 решил сделать стоянку под авто. Далее обо всем с подробностями. Без воды в канун праздника. Сегодня днем в частном секторе города сразу 47 домов ульца Октябрьская остались без воды. О том, почему водопровод перестал работать и как быть людям в этой ситуации, узнавала Татьяна Андреева. Я сегодня забросила утром стирку, белье. Я смотрю, работала, работала, на тебе, замерла. Этот водонагреватель, ты уже зашипел, зашипел, но успела, выключила. Крым с водой, пусто. Вера Александровна только сегодня утром вернулась домой. В 11 часов вода исчезла. Женщина сразу обзвонила всей инстанции. Ответ на волнующий вопрос, где же вода, она получила лишь у заместителя главы в сфере ЖКХ Василия Толстого. Как выяснилось, причина в аварии. В водоразборной колонке напротив седьмого магазина произошел порыв трубы. Наша бригада аварийная выехала. В 11.30 утечка была перекрыта. В настоящий момент 47 домов частного сектора без воды. Наши специалисты собирают согласование на производство земляных работ. И завтра с утра мы приступим к устранению аварии. Жильцы, тем не менее, бьют тревогу. Водоразборные колонки на этой улице давно не работают. Запасаться заранее водой люди не стали. Единственный житель, у кого есть запасы воды, Алексей Филиппович, как выяснилось, мужчина всегда готов к чрезвычайной ситуации. Мы набираем всегда в бачке бачок, и все, две дыра два набрали, больше ничего. Потом жена куда-то ходила, пришла, там, говорит, воду, посмотрели, воды нет. Другим жителям Октябрьской на время ремонта придется получать воду по графику. Уже сегодня в 18 часов у трех водоразборных колонок будет осуществляться подвоз воды. Делаться это будет до тех пор, пока аварию не устранят. Сколько времени потребуется на ее ликвидацию, станет известно лишь завтра. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгур. Девять школ города, сложные физические испытания, неблагоприятные погодные условия. В Кунгуре во второй раз прошла военно-патриотическая игра «Зарница Некст». За ходом соревнований наблюдал наш корреспондент Вячеслав Горецкий. Военно-спортивная игра под названием «Зарница Некст» проходит в Кунгуре всего лишь второй раз. Отличается от предыдущих игр «Зарницы» тем, что теперь в игре появилось новое соревнование под названием «Пейнтбол». Это дает школьникам больше экстрима. Несмотря на прохладную дождливую погоду, в соревнованиях принимают участие 9 школьных команд. В каждой команде по 10 человек, 7 юношей и 3 девушки. Перед началом игры рапорт. Первое испытание – строевая дисциплина. Все точно так же, как в армии. Построение, движение колонной и прохождение с песней. При этом судья оценивает внешний вид, синхронность ходьбы и представление команд. Подтягивание, отжимание, метание гранаты, оказание медицинской помощи в полевых условиях – лишь часть этапов городской «Зарницы». В основном в игре соревнуются представители сильного пола, хотя есть и исключения. Виктория Меркурьева не только девушка, которая стреляет из пневматики наравне с юношами. Она – капитан команды школы номер 10. На «Зарнице» все почти по-настоящему. Даже кухня полевая. В обеденном меню у ребят сегодня солдатская каша из котелка и чай. После обеда самый главный и зрелищный этап «Зарницы» – пейнтбол. Каждому участнику выдается всего 40 патронов маркеров. Игра проходит по олимпийской системе на выбывание. Сильнейшая команда определяется по принципу дуэли. По итогам пейнтбола победителем стала команда школы номер 13. Тем не менее, в общекомандном зачете первое место у лицея номер 1. В личном первенстве капитанов «Золотовой» Катерины Копытовой из школы номер 17. Со слов организаторов и участников, игра прошла на высоком уровне, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, которая стала еще одним испытанием для всех. Вячеслав Горецкий, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Отопительный сезон в Кунгуре подходит к концу. В следующий понедельник батареи в многоквартирных домах города начнут остывать. Соответствующее постановление подготавливается администрацией города. Напомним, отключение домов от тепла происходит в том случае, когда среднесуточная температура воздуха достигает плюс 8 градусов. Весна в этом году поздняя, поэтому отопительный сезон заканчивается на три недели позже, чем в прошлом году. 13 мая мы прекратим отопительный сезон, то немножко выходим за рамки тарифа, который утвержден. Ну, соответственно, придется за это время чуть-чуть доплачивать потребителям. Потребители, по своему усмотрению, могут по собственной заявке написать заявку теплооснабжающей организации отопительный сезон прекратить ранее. Тем временем в Кунгуре начинается подготовка к следующему отопительному сезону. В планах работы коммунальщиков проверка и ремонт тепловых сетей. От добра добра не ищут. Неприятный подарок на свое 75-летие получила жительница 4-го дома по улице Мехренцево. Женщина услышала странный звук. Когда она выглянула в окно, ее возмущению не было предела. Сосед с помощью трактора убирал клумбы, которые она делала своими руками. Чем цветочные насаждения помешали соседу, выясняла наша съемочная группа. Надежда Кузьмовна живет в этом доме с самого его основания. Когда женщина вышла на пенсию, занялась садоводчеством и изготовлением клумб. Надо сказать, фамилия Надежды Кузьмовны говорящая – Цветова. В течение десятилетия жилица украшала придомовую территорию изящными клумбами. И соседи не только радовались, но были ей очень благодарны. Приятно пройти, красиво. Все любывались, проходят. Или цветы все цвета, то что обограживание идет. 3-го мая в свой юбилей Надежда Цветова увидела, как трактор, за рулем которого находится ее сосед, сдвигает клумбы в кучу. Я говорю, ну что, говорю, вам помешали колеса? Говорю, 10 лет стоят, никому не мешало. Мешает пешеходам и мешает машинам проехать. Вот все. Что тебе не нравится, вот тут стоят они так. Ставь на свою сторону под свои окна. Я у соседки спросила, я говорю, может тебе мешают они помешать? Ты застаивай. Она говорит, нет, пусть стоят, мне не мешают. Жильцы в один голос утверждают, клумбы не мешают никому. А машины, согласно закону, вообще ставить под окна запрещается. Расстояние между фасадом жилого дома и припаркованной машиной должно быть не менее 10 метров. Поэтому неясно, для какой такой парковки мужчина очистил себе местечко. Кроме того, Надежда Цветова говорит, сосед нахамил ей, есть свидетели. Он сказал, я вам эти колеса на башку одену. Мы решили встретиться с мужчиной, но в квартире его не оказалось. Тогда мы отправились на работу к его жене, которая, кстати сказать, старшая по дому и мастер участка. Подошла к ней и сказала, чтобы частично ремонт от мосток. Здесь около дома планируемый по протоколу собрания жильцов. Убрали эти колеса. Чтобы расставить все точки над «и», мы решили услышать еще одно мнение заместителя директора управляющей компании «Наш дом», в ведении которой находится здание по адресу Мехренцева 4. Он объяснил, клумбы переносные и возведению от мостков не мешают. А действия Читы Кузнецовых посчитал грубыми и резкими. Они поступили неправильно, не согласовав ни с правлением, наверное, ни с жителем. Они должны не свои интересы защищать, а интересы всего дома. Конечно, ущерб от действий Читы Кузнецовых нельзя назвать материальным. Скорее, он моральный. Эта ситуация лишний раз доказывает. Прежде чем что-то рушить и идти на открытый конфликт с соседями, подумайте. Может, стоит решить ситуацию мирным путем. Валерия Алферова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Далее блок рекламы, а после вы увидите. Сейчас вы видите явный пример того, как можно использовать старые спиленные деревья. Вариант, что можно сделать со старым спиленным деревом, увидел Марат Борисов. Рубрика «Мелочи жизни». Опасная находка. В ближайшее время добровольно сданный арсенал будет направлен на уничтожение. Житель Кунгура передал сотрудникам полиции более трех тысяч патронов. Кунгурские силачи. С чемпионата России вернулись наши пауэрлифтеры. Рубрика «На старт». Дорогие ветераны войны и труда. Разрешите в этот праздничный день для всего российского народа поздравить вас с Днем Победы над фашистской Германией. Поклон сердечный всем, кто даровал жизнь без войны и нам, и нашим детям. И годы свои лучшие отдал, чтоб в мире жили мы на этом свете. Коллектив охранного предприятия «Сфера МИК Кунгур». Дорогие земляки, это ваш день, это ваш праздник. Разрешите поздравить вас с великой победой. И еще раз выразить вам огромную благодарность за то, что вы отстояли нашу Родину. Желаем вам здоровья и долгих счастливых лет жизни. Низкий поклон вам. Общество с ограниченной ответственностью – Пайщик. Коллектив компании «Сарко» поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тружеников Телла с Днем Победы. Пусть согласия и благополучия будут в каждом доме. От чистого сердца желаем вам благополучия, здоровья и счастливого долголетия. С праздником Победы! Низкий вам поклон! Победный май! Как радовалась вся страна этой вести! Даже много лет спустя мы не устаем говорить. Спасибо вам, дорогие наши, что вынесли все тяготы войны ради нас, будущих поколений. Ваш подвиг обязывает нас ко многому. Поэтому мы будем бережно хранить его в памяти и передавать из поколения в поколение. С праздником вас! С Днем Победы! С уважением, депутат Кунгурской городской думы Елена Белобородова. Коллектив магазина «Газ. Детали. Машин» поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тружеников Телла с Днем Победы. Ветераны, наденьте свои ордена, позабудьте про раны и беды. Вас с поклоном земным поздравляет страна с Днем Великой и Славной Победы. Спасибо, милые, родные, нас, защищавшие тогда и отстоявшие Россию ценою ратного труда. Коллектив салона автокосов по улице Лесная, 4, дроп-1 поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тружеников Телла с Днем Победы. Слезы счастья, красные гвоздики, благодарность внуков и детей. На медалях солнечные блики, смелых, героических людей. Символом свободы дата стала. Дня Победы, но еще горька. Не померкнет воинская слава. Подвиг сохранится на века. Производственная компания «Фабрика Нагорный» поздравляет всех жителей нашей страны с праздником Великой Победы. Желают участникам и ветеранам войны здоровья, силы духа и долголетия. Помним и ценим для нас вы как звезды. Мир на земле вашим подвигом создан. Вас поздравлять с Днем Победы готовы. В праздники, в будни, все снова и снова. Низко кланяемся фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений россиян. Пусть тепло наших сердец, благодарность и признательность согревают вас не только в этот весенний праздник. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия. С праздником, дорогие земляки! С уважением, депутат Кунгурской городской думы Андрей Григорьевич Подосенов. Дорогие ветераны войны и труда, разрешите в этот праздничный день для всего российского народа поздравить вас с Днем Победы над фашистской Германией. Поклон сердечный всем, кто даровал жизнь без войны и нам, и нашим детям. И годы свои лучшие отдал, чтоб в мире жили мы на этом свете. Коллектив охранного предприятия «Сфера МИК Кунгур». Дорогие ветераны, спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей, за внуков, за их счастье. Спасибо вам и низкий поклон, вечная вам память. С уважением, депутат Кунгурской городской думы Татьяна Высоцкая. Ломбард и юбилейный салон «Алмаз» – Великий день памяти, День Победы и поздравляет ветеранов и тружеников тыла. Спасибо за ваши подвиги, за жизнь, отданную во имя спасения страны. Желаем вам здоровья, счастья, материального благополучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Касса взаимопомощи поздравляет ветеранов и участников Великой Отечественной войны тружеников тыла с Днем Победы. Вас героями зовут не даром, вклад в судьбу страны неоценим. Вы под пули жизни подставляли, за победу вас благодарим. Пусть не будет никогда печали, мира, счастья, радости хотим. Стильные и яркие подарки к любому празднику. Изделия из соломы, цветочная композиция, картины, часы, сувениры. Устройте праздник, подарки найдутся. Выбирайте, дарите, любите. Теперь в магазине «Букварь». Мат? Извините. Попрошу без мата. Тогда шах. По просьбам трудящихся в корпорации «Центр» даешь скидку каждому 38% на всю электронику до 14 мая. До чего умная техника пошла. В магазине «Мервый инструмент» еще ниже цены, еще больше ассортимент. Садовая техника и электроинструмент ведущих брендов мира. Это «Штиль», «Хитачи», «Бош», «Макита», «Фиолен». Так культиватор. 4 лошадиных силы, ширина обработки до 50 сантиметров, всего за 16 тысяч рублей. «Мервый инструмент»! Это «Город новостей». Продолжим выпуск. Нередко на улицах города можно видеть оставленные спиленные деревья. Жители улицы Красногвардейцев несколько лет наблюдали возле дома такую картину. Ситуацию они взяли в свои руки. Каким образом, смотрите в рубрике «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. В очередной раз показываем вам этот мост, который находится возле Кротовского озера. Как видите, ходить можно лишь по центральной его части. Ну, а дальше люди, как цирковые обезьянки, вынуждены метаться из стороны в сторону. И только после этого пробираться по перилам. И что самое главное, ситуация эта продолжается уже больше года. Контингент растут, говорите, пожилой, живет в основном здесь. Наверное, вот. Что-то им удобнее было. Людям-то, чтобы не страдали. На том берегу находится Стелла воинным железнодорожником. А теперь представьте, 9 мая, если бы этот мост был цел, пенсионеры могли бы сократить путь. Но из-за того, что мелочь эта разобрана, им придется идти в обход. Долгие годы центр Швейцера, который находится по улице Бачурина, пустовал. Как видите, сейчас здесь начались изменения. Вокруг появился забор, а также на территории спилили деревья. Ну, правильно, должны все-таки, может, хозяева на густе. По той информации, которая у нас имеется в скором будущем, бывший центр Швейцера должны снести. На его месте в планах строительство живых домов. С одной стороны, конечно, жалко, здание это красивое. Но с другой стороны, мелочь эта была аварийной. Сейчас вы видите явный пример того, как можно использовать старые спиленные деревья. По сути, их можно было использовать лишь на дровах. Но благодаря человеческой выдумке из пеньков получились клумбы. Мы сделали клумбу, мы оборажили свой дом. Спасибо. Все-таки люди молодцы. Ну, прикиньте сами, мелочь эта малобюджетная, а летом будет красивая. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Акция «Немецкий профиль» по цене российского. Телефон 2-36-36. Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Современный стиль». Автоматические ворота, стальные двери, металлопластиковые окна, балконы, лоджии. Опасная находка. Во время уборки в квартире умершего родственника житель Кунгура обнаружил более 3000 патронов. Найденные коробки с патронами почти 30-летней давности мужчина незамедлительно передал в дежурную часть полиции. Находку изучали эксперты-криминалисты. В ходе экспертизы выяснилось, боеприпасы действующие. Часть боеприпасов являются боевыми патронами к боевому нарезному огнестрельному оружию. А большая часть патронов предназначена для стрельбы из спортивно-охотничьего оружия. В ближайшее время добровольно сданный арсенал будет направлен на уничтожение. По словам сотрудников полиции, мужчина проявил гражданскую сознательность. В противном случае за незаконное хранение патронов его могли привлечь к уголовной ответственности. А сейчас время спортивных новостей представит Вячеслав Горецкий. Слава, что интересного произошло за неделю? Добрый вечер. В Кунгуре живут сильные люди. Это в очередной раз доказали наши спортсмены. Вижу, вам есть о чем рассказать. Вам слово. Начну с побед кунгурских цхеквандистов. Сразу в двух соревнованиях они показали себя самой, что ни на есть, сильной стороны. Уже не в первый раз в Кунгуре прошло первенство Пермского края под хеквандо. В этом году на татаме вышло 20 воспитанников из нашей школы «Уралец». Однако в финал удалось выйти лишь двум бойцам. Первые места за абсолютную победу присудили Егору Грибову и Илье Шестакову. Кроме того, Илью Шестакова по итогам первенства включили в состав сборной команды Пермского края. Уже в июне хеквандист будет бороться за победу в Нальчике на чемпионате России. Отличный результат показали кунгурские пауэрлифтеры. Три наших кунгуряка Александр Третьяков, Юрий Поляков и Павел Яговкин вернулись в чемпионат России по пауэрлифтингу, который прошел в Челябинске. Всего в соревновании по жиму штанги лежа принимало участие 800 спортсменов. Наш пауэрлифтер Александр Третьяков на соревнования приехал после двухлетнего перерыва. Тем не менее, он сумел дойти до финала. Его соперником стал перспективный пауэрлифтер из Лыслы Виталий Петухов. В первых двух попытках Александр потерпел неудачу. Победной стала последняя Третья. Я в Третьей попытке снова заказываю 292, ложусь спокойненько, красиво поднимаю, устанавливаю новый мировой рекорд. Виталий в Третьей попытке опять не справляется с 300 килограммами. В результате я стою чемпионом России. Удачно выступил в своей весовой категории до 140 килограммов и Юрий Поляков. Помимо победы в своей группе на чемпионате России, он поставил перед собой цель – побить рекорд Европы по поднятию штанги. Начал с 290 килограмм, первый подход. Выжил, все, удачно. Второй 300 заказал. Еще легче, как бы она вылетела штанга. А на третьем подходе 305 уже. 303,5 рекорд Европы. Я заказал 305. Выжил, все, как оказалось. Был отрыв ягодиц. То есть рекорд не засчитали. Что касается третьего нашего спортсмена Павла Яговкина, на этот раз он приехал домой без побед. Он сразу решил взять тяжелый вес, чтобы установить новый мировой рекорд среди ветеранов. Павел потерпел неудачу. Следующее соревнование, которым готовятся кунгурские силачи – чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. Соревнование пройдет в сентябре этого года в городе Екатеринбург. На 84-й эстафете на призы газеты «Звезда», которая проходила в Перми, выступали наши легкоатлеты. От кунгура на соревнования отправились победители весенней эстафеты кунгура – команда лесотехникума. Из 80 участвующих команд в своей группе наши бегуны завоевали почетное третье место. Шесть медалей привезли с чемпионата Пермского края в индивидуальной шоссейной гонке кунгурские велосипедисты. Соревнования прошли на трассе возле Кукуштана, дистанция 10 километров. В своих возрастных группах золотыми победителями стали мастер спорта Любовь Василкова, Денис Лунегов из Кунгурского автотранспортного колледжа и Кирилл Казаринов из 12-й школы. Серебряные медали завоевали участники гимназии номер 16 – Валерий Попов, Галина Попова и Дмитрий Жируев. Кунгурские футболисты Продойдет следующие 7 дней, расскажем ровно через неделю. Спасибо, это был Вячеслав Горецкий, рубрика «На старт». Далее смотрите прогноз погоды и рубрику «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 2-34-13 или оставляйте их на нашем сайте www.trk.ungur.ru. Всего доброго. До свидания. Дорогие ветераны, участники и труженики тыла, сердечно поздравляю вас с праздником Великой Святой Победы. От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия. Пусть мир и согласие будет в каждом доме. С уважением, депутат Кунгурской городской думы Алексей Дремин. Дорогие ветераны и труженики тыла, с праздником Победы! Коллектив транспортно-диспетчерской службы «Тройка» выражает вам огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину. Ваша заслуга будет памятью всех, кто живет на этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие годы вперед! День Победы! Как он был от нас далек! Но именно вы, наши дорогие участники, ветераны войны и труженики тыла, приближали его как могли. Спасибо вам за то, что сегодня мы можем воспитывать наших детей в мирное время. Спасибо за то, что вы сохранили хрупкий мир ценой своих жизней. Мы этого никогда не забудем. С уважением, депутат Кунгурской городской думы Андрей Попов. Чистое небо, счастливые дети и вера в будущее – это ваша заслуга, дорогие участники и ветераны Второй мировой. Низкий вам поклон за то, что подарили нам мирную жизнь. С уважением, Светлана Кокшарова. Уважаемые ветераны и труженики тыла, коллектив предприятия «Хлебный дом» поздравляет вас с Днем Победы. Война, она и есть война. И тем, кто опален дыханием лютым, та чаша горькая, что выпита до дна, не слаще даже с праздничным салютом. Война, она и есть война. И по сей день былые ноют раны. И все-таки оденьте ордена. И с праздником Победы, ветераны. Коллектив магазина «Орбита» поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Низкий вам поклон за проявленный героизм, за ваше мужество и бесстрашие. Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям. Всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей города Кунгура и Кунгурского района коллектив Кунгурской ледяной пещеры поздравляет с Днем Победы. Мы этот день запомнили навеки. Праздник майский, День Большой Победы. За небо мирное над головой спасибо за то, что мы живем свободно и счастливо. Приглашаем вас 9 мая в 15 часов на фронтовой обед в кафе у Тимофеевича. Для вас фронтовые 100 грамм и солдатская каша. В этот торжественный день самое теплое поздравление мы адресуем прежде всего ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетия. Ваше самоотверженное служение отчизне – яркий пример стойкости, мужества и героизма. Спасибо вам от поколения не знавшего войны. С уважением, Владимир Ильич Саньков, депутат Кунгурской городской думы. Хотите квартиру в тихом и удобно расположенном микрорайоне? Тогда мы ждем вас. Предлагаем квартиру в новом доме по улице Свободы 130. Рассрочка, ипотека. Цены на квартиры ниже, чем стоимость вторичного жилья. Звоните. Телефон 342-293-54-81 или 237-09-02. Как-то в русском государстве царь решил издать указ. Чудо чудное Ивану отыскать бельеф в сей час. Вышел Ваня в чисто поле, натянул он лук тугой. И стрела, касаясь неба, угодила в центрострой. Эх, какие вам молвит Ваня, красота или пота? Я ж такого изобилия не видел никогда. Ну, теперь ремонт на славу в царстве нашем заверну. Выстрою себе усадьбу, приведу туда жену. Знаете все, что лучше места вам в обед нет искать. Это место, без сомнения, центростроем величать. Магазин пластиковых панелей предлагает широкий ассортимент, различные расцветки, длина панелей под ваш заказ. А также подоконники и напольный плинтус. Цены от производителя. Город Кунгур, улица Ситникова, 29. Весна. Новая коллекция обуви в сети отделов «Любимая женская обувь». В новом модельном ряде представлены закрытые туфли, туфли на миском каблуке и на элегантной шпильке. Удобные макосины и балетки. А также стильные и качественные ссылки на любой вкус. Любимая женская обувь в магазинах «Набережный», «Каблучок» и торговый центр «ИРИ». Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центрострой». Внимание! Грандиозная распродажа ламината со скидкой до 20%. Прогноз погоды представляет не государственный пенсионный фонд «Стратегия». Фонд с 20-летней историей. Какой бы ни была погода за окном, в наших квартирах всегда тепло и уютно. Квартиры в новом доме по улице Свободы, 130. В среду, 8 мая, в Кунгуре ожидается малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью – минус один, днем ожидается до 9 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 753 мм артутного столба. Ветер западный – 4 м в секунду. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» – компания «Сарко». Весьма и скидка на обои – 5%. Если назрела необходимость поменять дома трубы, то я вам не завидую. И не потому, что вам это будет сложно сделать, а потому, что сегодня легко запутаться в выборе труб. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня разговор пойдет о преимуществах и недостатках металлопластиковых труб. Металлопластиковые трубы являются воплощением новаторских идей и вошли в обиход совсем недавно. Эти трубы, можно сказать, являются продуктом высоких технологий. Давайте для начала поговорим о преимуществах металлопластиковых труб. Прежде всего, они обладают высокой антикоррозионной стойкостью, поэтому не зарастают отложениями. И, кроме того, они химически абсолютно нейтральны. Думаете, это все? Далеко нет. При монтаже эти трубы не требуют сварки или нагрева. И даже легко гнутся вручную. Это позволяет обойтись без точной подгонки линейных размеров, так как трубы из металлополимеров способны легко огибать любые выступы наших неровных стен. Попробуйте то же самое сделать с остальными трубами. Но если вы не победитель, мистер вселенная, то у вас вряд ли это получится. Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет. Предусмотрены сезонные скидки.